Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Евангелие от Луки 8.17 Вы знаете, что такое деревня? А когда-нибудь были в селе? Многие городские дети сейчас подумали, О, это же колхоз! Меня зовут Вика, и я вам скажу, я рада, что выросла в селе, потому что у нас было самое чудесное детство. У нас всегда было хозяйство. Козы, кролики, нутрии, утки, гуси, куры. Знаете, как интересно наблюдать за животными, гладить пушистую шубку кролика и играть с маленькими козлятами. Мы все лето проводили на свежем воздухе, купались в речке или гуляли в рощи. Осенью мы с отцом ходили за грибами. А как здорово плести венки из-за дуванчиков, играть в прятки в высокой траве, выкапывать в стоге соломы пещеры и ходы, кататься со стогов, как с горки, резвиться на полянке под летним дождем, пускать кораблики в канавах, лазить по деревьям или строить вигвамы. И еще в деревне можно найти много-много интересных занятий и веселых развлечений. Хорошо жить в деревне, особенно если есть хорошие друзья. Слава Богу, у нас компания была большая и веселая. Две папины сестры со своими семьями жили совсем рядом с нами, и мы, дети этих трех многодетных семей, были очень дружны и изобретательны. Однажды зимой, когда мне было восемь лет, родителей пригласили в гости родственники из соседней станицы. Папа собрал нас и сказал, «Дети, мы с мамой поедем в гости к тете Ире. С собой возьмем только Димочку, а вы останетесь дома. Илина, ты старшая, будешь следить за младшими. Вика, ты должна убрать на кухне. Из дома не выходите, на улице холодно». «Папа, а можно мы пойдем к тете Свете?» спросил семилетний Андрюшка. «Нет, дядя Андрей и тетя Света тоже уезжают с нами. А можно их дети придут к нам?» попросил Павлик. «Нет, Павлик», улыбнулся папа, «вы остаетесь дома впятером и никуда не пойдете, понятно?» Папа посмотрел поочередно на каждого из нас и ждал, пока мы не закивали головой. «Да, понятно». «Хорошо, пап». Родители уехали, а мне совсем не хотелось убирать кухню. Грустные и как будто одинокие сидели мы в комнате. «А у соседей, наверное, весело», протянул кто-то, имея в виду семью дяди Андрея и тети Светы, которые были нашими соседями. «Да, и что нам делать дома? Даже поиграть не с кем», добавил другой. «Мы попробовали играть в пятером, но было неинтересно. Все время вспоминали своих двоюродных братьев и сестер, которые тоже дома одни. Вот с ними грустно не бывает, а ведь стоит только перейти через двор, и мы у них». Устав придумывать для себя развлечение, мы решили идти к соседям. Я воодушевленно навела порядок на кухне. Странно, так быстро я, наверное, никогда еще не убирала. «Наши двоюродные встретили нас радостно, но настороженно». «Разве нам разрешили ходить друг к другу?» спросил Олег. «Никто не узнает», – твердо сказала я. «Давайте поиграем полчаса, и мы уйдем». «Вы только не говорите своим родителям, а мы не скажем своим». В Библии написано, «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Мы все учили эти слова из восьмой главы Евангелия Луки на детском собрании. Но сейчас их совсем не вспоминали. Младших детей мы отправили играть в одну комнату, а сами пошли в другую. Там стоял большой раскладывающийся диван и два кресла. Диван мы разложили, подушки с него и кресел бросили на пол. И началось веселье. Мы играли в догонялки, а главной задачей было не наступать на голый пол. Так, прыгая с кресла на диван, с дивана на подушке, мы не замечали, как быстро пролетело время. И тогда произошло странное. Убегая от кого-то, я неловко упала с низкого кресла на высокую, мягкую подушку. Почувствовав сильную боль в правой руке, я заплакала. Все удивились, потому что весь вечер мы падали, поднимались, и все было хорошо. Что случилось? Ты что, рева? Из-за какой-то ерунды плачешь? Послышалось со всех сторон. Вика, ну перестань плакать. Хочешь, пойдем домой? Спросила Элина. Мы взяли младших, одели их и вернулись домой. Забравшись под одеяло, я плакала, не переставая, и всем остальным детям было грустно. Конечно, когда приехали родители, они удивились, что их дети так тихо сидят дома. Мам, а у Вики рука болит, сообщил Андрюшка, как только родители появились на пороге. Мама сразу подошла ко мне. Доченька, что случилось? Я упала на руку, грустным голосом ответила я. Где упала? Откуда? Продолжала интересоваться мама. Что мне оставалось делать? Я и так уже была наказана за непослушание. Не стану же я еще и обманывать. С кресла у тети Светы. Так, понятно, сказал папа, и все поняли, что нас ждет серьезная беседа о непослушании. На следующее утро я не пошла в школу. Моя рука распухла и болела нестерпимо. Да она притворяется, что ей больно, просто в школу идти не хочет, сказала одна из сестер. Ну и неженка. Упала с кресла на подушку и второй день плачет. Пошутил дядя, зашедший за Элиной и Андрюшкой, чтобы отвезти их в школу. Видя, что я ничего не могу делать правой рукой и не перестаю жаловаться на боль, мама повезла меня в районную поликлинику. Сидя в длинной очереди, я сильно боялась и тревожно спрашивала маму. Мама, а что доктор со мной делать будет? Это больно? Мама как могла успокаивала меня, но мне все равно было страшно. Я постоянно думала об одном. Но почему мы не послушались папу с мамой? Все было бы хорошо. После осмотра мне сделали рентген руки с двух сторон. Врач долго разглядывал странный черный лист, на котором видны были косточки моей руки, а затем покачал головой. Ну что, поздравляю, барышня, вы сломали руку. Потом мою руку загипсовали. Это было очень больно. С загипсованной рукой мне пришлось ходить в школу три недели. И хотя я не могла писать, я должна была учиться и все уроки отвечать устно у доски. Каждый день я жалела, что мы не послушались родителей в тот вечер. До того, как я сломала руку, я училась в музыкальной школе играть на аккордеоне. Конечно, со сломанной рукой аккордеон не возьмешь. Поэтому родители написали заявление на отчисление. На следующий год я снова пошла учиться в музыкальную школу, но моя прежняя хорошая учительница не набирала первоклассников, и я попала в класс к очень сердитой пожилой женщине. Она меня постоянно ругала, называла неумехой и даже била по рукам. Я совсем не хотела учиться играть на аккордеоне с таким учителем. Проучилась я у нее полгода и ушла из школы. С тех пор я больше никогда, нигде не училась музыке. Я люблю петь и жалею, что не умею играть ни на каком инструменте. А во всем виновата наше непослушание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!